Всем здорова, народ! Дождь... О! Ура! Он сразу стал тише. Вот стоило запустить запись, дождь сразу стал тише. Всем здорова, народ! Продолжаем проходить мод воспоминания. Сегодня, предупрежу, сразу будет серия небольшая, потому что времени у меня немного, но постараюсь следующую сделать нормальной. Хотя я не знаю, что там по длительности по итогу получится. Может, я зря наговариваю, но... Время исходника, длительность исходника сегодня будет небольшая. А что там получится за серия, я не знаю. Так, сейчас у нас задание это лестница в небо найти схрон Виктора секрета. У меня в руках секретные данные по проекту Проблеск. Уникальные разработки по программированию сознания людей. За ними охотятся влиятельные люди, потому я должен выйти на контакт с теми, кто в обмен на данные поможет мне спастись от комитета. В убежище Виктора секрета, скорее всего, найдется нужная для этого наводка. Убежище Виктора секрета, ну, вероятно, здесь. Я не знаю, вроде как сказано то, что, ну, лучше не попадаться полковнику Ветрову, но я хочу зайти починить свой костюм. Чё скажете? Проработано тут это или нет? Давай рискнём. Давай рискнём и попробуем сходить в бар. Для этого мы делаем сохранение 113 и спускаемся. Так, ну-ка. Я сомневаюсь, что тут это проработано, но, мало ли. Так, ты мне не нужен. Ну-ка, подожди, я вот хочу даже попробовать поговорить с тобой. Товарищ полковник. Сикорский. Почему штаб находится в баре? Позвольте им поинтересоваться вам что-нибудь известно про объект А1. Не, я даже ему рассказать не могу ничего. Ха, забавно. Эх, тушёнка, так я тебя и не спас. Прям тебе древнегреческая трагедия. Живая душа. Я могу журналисту инфу дать, но не знаю. Этим не интересуется, этим не интересуется. Есть два новых варианта. Документы с грифом совершенно секретно или техпаспорт для промышленного лазера. Ну-ка, давай. Им пользуются, чтобы добывать артефакты. Пригодится. Можно будет состряпать сюжет про обнищавших металлургов, вынужденных добывать хабар. Ага. А, совершенно секретно. Это то, что надо для сенсации. Даю по 10 тысяч за экземпляр. Продать документы. Не, не, не буду, не буду. Звучит заманчиво, конечно, но я не хочу. Хотя я не знаю, нужны ли они мне будут по итогу. Вдруг нет. Так, смотрим, что мне нужно для починки. Мне нужно набор туриста и прорезиненная ткань. Ищем, 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 ищем. Прорезиненную ткань нашёл. Набор туриста нашёл. 700 рублей на всё это обошло. Слушай, ну я, наверное, уже не буду на АУК пересаживаться, потому что АУК говнище. Я закуплю дополнительные патроны все для грозы, а вот это всё тебе продам. Пусть будет у тебя. Ну и вот, детектор лишний. Почему бы, собственно, и нет. Всё, давай, пошёл. А, вот, слушай. А, нет, блин. У меня нет здесь никакого артефакта. Мне просто говорили, что у меня был артефакт на починку брони. Точнее, не знаю, где он. У меня его нет. Это, наверное, в основном сюжетном режиме было. Ну, я помню, был такой, да. Да. А тут я не помню, чтобы я такой находил, но какой-то я комментарий такой видел. Что-то я вообще не понял. Ладно, ремонт. Вот, ура, я починил. Ну, шлем, я думаю, я не буду чинить, а оружие я могу починить через вот эту штуку. Слот 1, слот 2, готово. А ты, интересно, чинишь шлемы? Шлема, ну-ка. Шлемы, блин. Ну-ка. Нет, шлем он не починил. Он только чинит комбезы и оружие, как я понимаю. Ну, по крайней мере, он говорил то, что будет чистить мне ствол мой, когда мы собирались в рейд. Ну, ладно. Направляемся в сторону схрона Виктора Корнеплода. А что у нас за метки, подожди? Аномальные зоны. Ха. Что-то я, знаете, что вспомнил. А что с астронавтом-то? Астрономом, точнее, каким астронавтом? Алканавтом, блин. Мы нашли инфу, то что... Я даже не помню, что там. Короче, кто-то там кого-то кинул. И все, и что? Я даже не видел этого астронова с тех пор. Да. Что-то как-то я... Не знаю. Ладно, предположим. А что ты тут делаешь около схрона, а? Лазутчик. Ладно, он не похож на лазутчика. Но вот. Есть тут какой-то проход. Мины Майнс. Что, правда, что ли? Угу. Ну ладно, мин вроде нету на входе. Найти ключ от схрона. Схрона нашел, теперь надо найти ключ, открывающий дверь в него. А что метка сюда указывает куда-то? Хотите сказать, что он тут где-то лежит? Я не знаю, где искать. Вон старший стоит. Так, ты к нему обращайся. Кому нему, ты что, баран? Может ли этот ключ будет где-то в этом сарае вонючем? Ха, без понятия. Но зашибись. У ключа несколько мест спавна, как я понимаю. Угу. Все они где-то здесь. Одно из мест спавна тут. Но тут у меня ничего нету, как видите. Поэтому надо... Ай-яй-яй, надо искать. Но в теории это не должно быть так сложно, потому что ключ довольно, скажем так, палевный. Плюс-минус, да? Поэтому в теории поиски не должны затянуться. Но мне кажется, они все равно затянутся. Это же я, я не умею искать маленькие вещи. О, нашел. Как интересно вышло, да? Вот уж повезло, так повезло. Ну тут-то, конечно, ты в точку, инженер, сказал. Ну ладно. Так, ну и что? Открываем. Надеюсь, у тебя тут не заминировано. Да. По-настоящему. Ноутбук Виктора Сихрета. Обыскать ящик. Ну давай обыщем. Че у тебя тут? Гроза обычная. Мне не надо. Че еще? Ну и все, только из ценного ноутбук. Давай заглянем в него. После получения этой информации, все дополнительные задания на этой локации будут недоступны или отменены. Че, правда что ли? А у меня есть еще какие-то дополнительные задания? Хм. Да. Ладно, я сделаю сейв 114 и посмотрю все-таки, что будет, если я продам документы. Мало ли что-то будет. Ну, в других прохождениях у меня вдруг не будет этого шанса проверить. Ну, в других прохождениях, других вариантов я имею в виду. А тут давай попробуем. Не просто так же добавили диалог с продажей документов. Прям тебе древнегреческая трагедия. Так, держи техпаспорт и держи документы. Продай документы. По 30 тысяч за каждый док. Нормально. Ой, какой 30 тысяч? 30 тысяч в общей сумме вышло. Так-то по 10, я баран. Ну, и че? Все? Больше меня на этой базе ничего не держит, я правильно понимаю? Или держит? Сейчас я пробегусь по квестным персонажам, если ни у кого ничего не будет. Но, а то я отгружаюсь на сейв 114 и все. Ага, я могу капитану все рассказать. Товарищ капитан, комплекс зачищен. Молодец, сержант. Что ж, теперь нам надо подождать, пока Комов настрой систему управления радаром-излучателем. А ты отправляйся-ка обратно на базу и доложи обо всем полковнику. А то у меня рация что-то не работает. Видно, потому что мы под землей. Че нафиг? Это че за баги? Мне удалось отпустить систему деймос. Серьезно, быстро ты справился? Молодец. Теперь нам надо пройти в центр управления, чтобы запустить управление радаром. Это, видимо, диалоги из варианта, когда я буду играть с инструкентами в подземелье. Лол. Слышь? Но я ему ничего не могу доложить. Короче, баги какие-то. Забавно. А ты че скажешь? Ну, блин, ничего. Короче, че-то я по всем пробежался, никто ничего мне интересного не сказал. Почему так нафиг? Хочешь знать правду о зоне? Представь себе, я тоже. Наверное, к тирщику решил зайти, это уже совсем клиника. Вряд ли у него что-то будет интересное. Ну, можно к медику еще зайти, но я крайне сомневаюсь, что там что-то будет. Здорово. Ничего нового. Да. Ну, ладно, я отгружаюсь тогда. Ну, дополнительных квестов не обнаружено. Да, с астрономом единственное. Типа, я не поговорил. Ну, я не шел к нему, потому что, типа, во-первых, я забыл нахрен. Во-вторых, мы же вроде договорились ему не доверять. Сказали то, что он черт, вонючка. Ну, и в КПК было написано то, что там кто-то черт, вонючка. Кто-то кого-то предал. Поэтому я как-то забил буй. Дверь заперта. Интересно, что за ней. Ну, короче, ладно. Если мы что-то пропустили, если я какой-то квест пропустил за это прохождение, то напишите в комментариях. И когда я буду проходить оставшиеся варианты, то я постараюсь добраться до этих квестов. Но при этом я, скорее всего, не буду выполнять те квесты, которые уже выполнял. То есть, сделаем так. Потому что иначе, ну, парни, если я буду делать это на сериях, это будет слишком скучно и очень долго. А если я буду делать это за кадром, то серии, скорее всего, будут выходить долго. Потому что, это считай, ну, я 10 частей снял, да. Да, большинство контента в этих 10 частях это по бочке. Ну, можно даже чисто по бочке выделить. Это серии 9-8 полных. То есть, это 8-9 часов геймплея. Ну, переигрывать довольно долго. И, знаете ли, не очень-то и много желания. Есть одни и те же квесты играть по несколько раз. Поэтому, я надеюсь, вы меня понимаете. Ну что, жмем окей. Что там за шокирующая информация у Виктора Секрета? Ой-ой-ой. Трындец. Нашли нас. Собака? А ну-ка, грызони их. Ну, и про ту собаку, которая там, голова вон на крыше. Ха. Капитан Зуб. Спокойно, инженер. С тобой, говорит офицер повстанческих сил. Капитан Зуб. Что вы хотели? Передай нам носитель с информацией с комплекса А1. Что? Не играя в дурака. Мы следили за вами с момента встречи с дезертиром. Это был приказ полковника. Мы были в А1, но ничего там не нашли. А мы, думаешь, не были? Отдел 101 вскрыт. Терминал подчищен. Хватит придуриваться. Если сделаешь это, то можешь валить на все четыре. Нам, инсургентам, ты не нужен. Ну, прочь с дороги. Внимание, противник. Все, ты труп. Что-то вы какие-то жирные, я сорю. Или нет? Может, не показалось. А что, все? Воробья убили? Нет, воробей исчез. Последний остался. Нападение на патруль. Просим помощи. Какую помощь? У вас ППШ. Вам уже ничто не поможет. Вы свое вооружение вообще видели? Приказ понял. Приказ понял. Капитан Зуб. Планшет командира. Планшет командира инсургентов. Кроме разных карт, списков и приказов, содержит доклад полковнику Ветрову, в котором говорится, что планируется наступление на лагерь наемника в Рыжем Лесу. Для этого разведчики инсургентов нашли незаметную тропу, по которой планируют перебросить силы. Данный путь отмечен на карте. Ой. Понабежали лошки. О! 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 Что это было? Короче, я знаю. Отличный прием против этих чертов. Называется... Ой, блин, ладно. Я хотел изобразить тот мем, но... Короче, аннигиляторная пушка. Че, где вы там? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вон они бегут, бегут. Давайте, давайте. Не задерживайтесь. Буду ждать вас в этом убежище. Ну, видимо, они на меня загорелись. Из этого они теперь долго будут добираться. Они же типа бегом сюда добираются. Да. Давайте. По одному, по одному, суки. Поехали. Ну, где вы, псы позорные? Ой-ой-ой, стреляют. Давайте, жду вас тут. Вы даже не представляете. Это просто, я не знаю, это батя. Дед обреза жумай сынба. Если кто-то, конечно, еще такой помнит. Ой, они гранатами кидаются. Я такой не предвидел. Ладно, предвидел. Я же в землянке Виктора Корнеплода. Это неприступная крепость. Или че? Или преступная? Ладно, суки, вы надоели. Че вы такие долгие? На, жри. На, жри. Лови гранату, урод. А может, ты, урод? Куда побежал? А! О! Вы видели? Он хотел меня моим же оружием. Охренеть. Что бы со мной было, если бы он попал? Мне интересно просто. Жесть. Так, еще один. Но-нох, попал. Два задания. А, нет, одно задание появилось. Пробраться в ржелец. Лестница в небо. В убежище Виктора секрета нашлась кое-какая инфа, но ее оказалось недостаточно. Мой напарник воробей попал в плен к инсургентам. Его куда-то увели. Надо выручить воробьяк, так как в ноутбуке секрета нашлось упоминание про организацию, о которой говорил и он сам. Ну и задание у нас пробраться в ржелец. Ну что ж, идем? Да. Идем, пора обедать. Я знаю, это для тебя важнее, чем судьба старого друга. Что за труп? Дима Викинг какой-то сдох. Не знаю, зачем мне, конечно, с него водка, но я ее на всякий случай взял. Так, тут один человек отмечается. Кто же ты? Не знаю. Может, просто ноунейм его проходящий. Глава 3. Прозрение. Редактор субтитров А.Семкин Найти лагерь инсургентов. Ну что ж, надо выручить напарника, так как он знает те, кто может вытащить меня из зоны и опять какой-то пердеж на фоне был, как будто при выбросах. Он почему-то именно выручен в лесу. Интересно, с чем это связано. Так, тут у нас трупы, я вижу, впереди. А еще куча мутантов. Вот тушканы. Какие вы слабые. С одного выстрела отлетаете. Знали бы вы, на что там крысы способны. Полесовские. Вы бы охренели. Или полесьевские. Наверное, так правильно. Короче, лесные. Так, кто там еще? 500 мутантов. Давай, последний тушкан остался. Бам. Ой, я помню, тут по бутылкам стрелял чел какой-то. Я, кстати, по-моему, Виктор Корнеплот и был. Ну ладно, что у нас тут? Мертвые инсургенты, значит. Сержант. Пода инсургенты разведчика. Имеется приказ о развертывании диверсионной группы и конвоировании сталкера-воробья с целью обменять его на пледного соратника. Инсургенты считали его лазучиком комитета. Также есть инфа о том, что воробью удалось сбежать и скрыться в старой шахте. Похоже, воробью удалось сбежать. Найти воробья в шахте. О, а до шахты-то, епта, сколько добираться. Да. Довольно много. Ну, что поделать. Выбора нет. Выборы, выборы. Что это было? Какой ужас. Я попал... А! Я попал в аномалию. В одну аномалию с кровососом одновременно. Пошел к черту. Ну да, да. Конечно. Ты явно представляешь мне опасность. И твой друг тоже. Господи, ну вы такие ущербные. Что? Ты выдержал? Ни хрена себе. А первый мутант, который выдержал попадание с этого чудного дробовика. Ну, промахи, конечно, любой способен выдержать. А вот ты выдержи попадание. Да что это так? Ладно. Короче, тут какие-то странные мутанты. И походу у меня сейчас придет конец. Или нет? Ну, я так не думаю. С таким ружьем и не отбиться. Еще вопросы? Ну, вопросы, видимо, есть. Потому что я слышу, как за мной бегут кровососы. Господи, сколько тут свиноты всякой. Это ужас. Отвалите от меня. У вас нет никаких шансов. Ты тупой. Разве ты не видишь, как я с этого выстрела твоих соратников всех перебил? Вижу тайник, кстати, рюкзак вам. Бараны. Вы еще и в аномалии попадаете. Какие же бараны? Я с вас в шоке. Что тут не кисло? Ну, не кисло, да. Я добрался до старой шахты. Быстренько. Внутрь. В бой. На-на-на-на-на-на-на-на. Жири. Зачистить шахту от мутантов. Сейчас все сделаем. Ай, не ори, придурок. Что-то громко-то. Да уж. Мутанты. Это по мне. Сейв 115 пошел. Работаем. Что такое? Ну ладно, слушай. Вот это вот реально мутант, который выдерживает дробовик. Но как долго ты продержишься? Вот в чем вопрос. Я прыгать, кстати, почему ты не мог? Мне вообще уютненько, слушай. На-на-фиг. Это было красиво. Так, ну и что тут за фигня? Пока что я тут никого не вижу. Так, кончаем, урода. Странник. Вот я и выстрелил тебя. Вот я и выстрелил тебя, урод. А-а-а, это ты. Гандон. Просто он первый же отлетел нахрен из боя. Это смешно. А, что за фигня? Кассена? И тут приходит контролер. Просто вышел из-за угла такой. Убить контролера. А как же оставшиеся бойцы? Сейчас, подожди. Не, ну контролер это вообще не беда. На моем пути встал сильный мутант. Угу. Мне кажется, сильнее только клин дробовика. Что сдохла, скотина? Подобрать предмет. Что это? Ключ из шахты. Пробраться во двор шахты. Ага. Да. Сейчас все сделаем. Ну что, странник? Пососал ты. Ничего интересного с него, к сожалению, не выпало. Ну ладно. Ну что ж, направляемся. Иди отсюда. Что ты тут делаешь вообще? Ой, ну да. Куча бесполезной свиноты. Что может быть лучше? Котов еще слышу. На-нах. Так, ну что ж, открываем. Отлично. Осмотреть двор шахты. Тут мутанты, блин. Так, ну что, пошел осмотр. Те мутанты, похоже, не агрессивные. Ну это хорошо, потому что понимаю, что уже бесполезно воевать. Угу. Если они меня не трогают, то и я их трогать не буду. Какие вопросы вы? Ой, напугал. Привет. Побазарим? Ну ладно. Ну, кстати, тут какая-то хрень. Тут какой-то голубой эффект. Мне кажется, это какое-то излучение, которое делает мутантов мирными. Да уж. О, какой-то чел сидит усатый. Умник. Эй, дядя, привет. Ты кто? Я умник. Меня так дедушка называет. А тебя как зовут? Инженер. Где я нахожусь? Здесь дом дедушки. И мой тоже. И наших друзей. Друзей? Мутантов, что ли? Вы афанарели со своим дедушкой? Афанар что? Слушай, мне никогда разбираться в местных приколах. Ты не видел здесь сталкера по кличке Воробей? Ой, это же плохой. Очень плохой человек. Он пришел сюда недавно и стал обижать моих друзей. Стрелять в них из оружия. Хорошо, что Епифан его победил и в туалете запер. Теперь он там сидит. Воробей тут? Он жив? Ага. Только он наказан. Ему нельзя из туалета выходить. Мужик, я не знаю, дурак ты или притворяешься, но открой дверь и отпусти Воробья. Я пришел за ним. Нельзя, дедушка ругаться будет. Где твой этот дедушка? Я с ним поговорю. Он спит. Чудесный. Когда же он проснется? Не знаю, он не сказал. Хорошо, тогда отведи меня к этому вашему Епифану или как там его? А он в шахту только что пошел. И ключик от двери с собой унес. Но в шахте были только наемники и контролер. Кажется, я начинаю догадываться. У вас здесь какой-то пси-поле умиротворяющий мутантов. Незнакомые слова, не понимаю. Ха. Зато я понимаю. Слушай меня внимательно. Если ты сейчас не выпустишь моего товарища, то умрешь. Понял? Или второй вариант? Кажется, я имею дело с умственно неполноценным. Что ж, надо смотреться как следует. Давай второй, наверное. Че, я не буду ему угрожать. Я же вижу, что он дурачок. Эй, умник. А где же твой дедушка? Он ушел, но обещал вернуться. Давно ушел ты и куда? В лес ушел недавно. Я его жду и мои друзья тоже. Откуда ты здесь взялся? Меня дедушка в лесу нашел. Под старым дубом. Эти мутанты тебя слушаются? Это не мутанты, это мои друзья. А самый лучший друг мой это Епифан. Он умный и сильный. Вот он ходит, видишь? Ха, у тебя есть еда. Приятного аппетита. Сок, мегафрукт, шоколад, батончик, шик. Что это за рупор на здании? Это дедушкин патифон. Можно его выключить? Нет, ты что? Он же играет его любимую музыку. Понял. Ты реально какой-то придурочный. Так, заперто нужен ключ. Что же делать, как же быть? Не знаю. А сюда я могу пройти? Тоже заперто нужен ключ. Найти способ освободить напарника. Мой напарник воробей попал в плен к помешанному сталкеру. Надо выручить напарника, так как он знает тех, кто может вытащить меня из зоны. Для этого нужно найти способ выманить у него ключ. Следует обратить внимание на различные детали, вроде ПДА погибших сталкеров или необычных мутантов, а также тайники и двери. Ну я вижу один труп. Метка еще сюда куда-то указывает. Да. Ну что ж, парни, я предупреждал то, что эта серия будет очень короткой. Что за звук? А, это композиция сменилась. А там, кстати, горит что-то наверху, видите? Короче, будем думать, как выручить воробья уже в следующей серии. Возможно, в следующей серии завершим уже прохождение конкретно за самого себя, да? Поэтому ждите, ждите. В следующей серии будет, ну, явно побольше. Сегодня просто, ну, так обстоятельства сложились. И, ну, при этом как-то день опять без видео не хочется пропускать. И так бы пропускал уже в последнее время. Целый один день. А может даже больше, я уже забыл. Ладно, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал. Что? Подожди, вы видели, что это было? Крыска что-то толкнула бочку и ударила электричеством, она исчезла. Так вот, обязательно подписывайтесь на канал. Прожимайте выдавление, чтобы не пропустить новые серии воспоминаний. Вступайте в группу, заходите в телегу. Все есть в описании. Также в описании ссылка на плейлист. В случае, если вы не видели прошлую серию, обязательно посмотрите. Там много всего интересного. Ну, а я прощаюсь. Всем спасибо. Все свободны. Какая-то крыска Майкл Джексон она только что была. Четя тоже ударит электричеством. Да. Еще какие-то странные вы люди. Субтитры сделал DimaTorzok